Уже со следующего года казахстанцы станут получать большую пенсию. О повышении пенсии рассказали в Министерстве труда и соцзащиты. В 2027 году минимальная базовая пенсия будет составлять 70% от прожиточного минимума, максимальная – 120%. Средняя базовая пенсия будет расти каждый год в среднем на 13%. Эта мера коснется всех двух миллионов казахстанских пенсионеров. Предлагаемые меры позволят к 2025 году повысить совокупную пенсию в среднем на 27%. В течение трех лет со 109 до 138 тысяч тенге увеличить удельную виз государственных выплат совокупной пенсии. Таким образом, государство принимает на себя обязательства по недопущению роста бедности среди пожилого населения. Если раньше казахстанцы мечтали о выходе на пенсию, то сейчас хотят поработать как можно дольше. Пожилые люди сетуют. Пенсия сейчас маленькая и на жизнь хватает впритык. А зарплата хоть немного, но больше. Пенсия в Казахстане стабильно ниже средней заработной платы по стране. Если рядовые казахстанцы по последним исследованиям тратят на продукты питания половину своих доходов, то пенсионеры, говорят экономисты, и того больше – 70-80%. А ведь нужно и за комуслуги платить, и лекарства покупать, не говоря уже о покупке одежды и недоступных для казахстанских пожилых людей путешествиях. Учитывая то, что у нас уровень инфляции всегда на продукты питания выше последние годы, то есть, де-факто, официальная инфляция на продукты продовольствия, составил где-то продовольствие 19-20%, то если это продолжится в дальнейшем, такой высокий уровень, то то индексации, которую предполагаем, она не хватит. Цены на продукты питания продолжат расти, говорит специалист. На это традиционно повлияет рост заработных плат у бюджетников. Так, учителям уже в следующем году планируют повысить зарплату на четверть. А значит, казахстанцам стоит ждать скачка цены на продовольствие. Пенсионерам в этом случае придется надеяться на помощь детей, а одиноким пожилым людям затянуть пояса еще туже.